Сейчас позвоню Сереге и скажу, Серега, мы с тобой бажут. Запой, ты будешь самый понтовый казах. Мне кажется, что я точно уже скоро буду в Форбсе. Маргенштерн на меня похож, я согласен. Держите дух миллиона долларов. Я начал заниматься вот этим всем, когда у меня было 700 миллионов долларов, сейчас у меня 2 миллиарда долларов. Деньги там, где яркость. Вообще деньги не любят там, где тухло и там, где однообразие. Всем привет, мы находимся на крыше Рыбаков Тауэрс в гостях у известного российского бизнесмена, миллиардера, блогера, филантропа Игорь Владимирович, как бы мы вы еще себя охарактеризовали? Автор книг, автор ютуб-канала, номер один канал про деньги и бизнес. Вы недавно были в Казахстане и после поездки написали пост, что в прошлой жизни скорее всего были в Казахом. Вот в чем вы нашли сходство? Ну, представьте себе, да, я нахожусь в Казахстане неделю, даже чуть меньше, и я каждый день нахожусь в резонансе, в со-резонансе огромном, Маргуланом, Арманджаном, Айдыном, Есенгали, Тимур Турлов с вами. Ну, я нахожусь в таком состоянии, я чувствую, что как будто бы я, ну, отсюда, ну, поэтому я и заявил, говорю, я прям чувствую, а потом я просто вспомнил, что весь мой, ну, такой автономный путь, бизнес-путь или как вот, автономный, но он начался в Казахстане, в Кустанайской области. Я там оказался в стройотряде со студентами в девятом классе, то есть, когда мне было 15 лет, я заработал тогда кучу денег в этом стройотряде, я научился делать приписки. Что такое приписки? Мы делали коровники, это про приписки я сказал, что мы делали коровники, и чтобы заработать чуть-чуть больше, мы немножко 20% приписывали. Приписывали, да? Так я научился делать приписки, что очень потом мне помогло ловить всех, кто в моей компании хотел сделать. Так что в этом смысле я получил в Казахстане первую бизнес-школу, можно сказать, вообще. В общем, Казахстан вас вдохновил, да? Вот эти встречи с бизнесменами. Вдохновение и резонанс. Я чувствовал себя как дома, как будто бы я вернулся домой, вот и все. Поэтому я и сказал, мне кажется, я либо в прошлой жизни, либо в будущих жизнях, да, я точно кого. Как вы думаете, чем русский бизнес отличается от казахского бизнеса? Ну, что я почувствовал? Я как бы не скажу, что я много изучал, но картина такая чувственная у меня возникла. Казахстан концентрирован сильнее, экономика меньше, концентрация больше. И когда я познакомился прямо с мощным концентратом, вот этой вот компактной организации, я как будто бы попал вот в само ядро. Самые лучшие предприниматели, бизнесмены Казахстана, которые строят школы. Ну вот Маргулан строит школы, там Тамос, значит, Хельбери, да, Айдын строит школы, Тимур Турлов, значит, там, участвует в этих всех проектах. И Сенгали, я ему только рассказал про рыбаков Play School, он такой, говорит, у меня тут тоже есть земля, где я давно собирался школу построить. Ну, ну, что я могу чувствовать? Когда предприниматели, бизнесмены строят детские сады и школы, я просто говорю, ну вот, я делаю вот так и говорю, это самое главное, что может жить, ну, в жизни произойти у человека, который говорит, моя роль, моя миссия, это детские сады и школы. А в России разве мало таких бизнесменов, с которыми вы тоже можете делать какие-то коллаборации, которые тоже двигаются вот так вот, знаете, сообществом? Ну, тоже есть, тоже много, но я же говорю о том, что в Казахстане я попал вот в супер концентрат таких людей. А вот этот концентрат, это же Маргулан Сесимбаев, да, вот вас прям окунул в этот концентрат? Да, 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 поэтому, конечно, это яркое чувство, это, ну, просто, я даже не сравниваю ни с чем, я просто говорю, что просто я испытал настолько много ярких чувств, и они породили, конечно же, очень много сейчас активности и действий. Например, мы с Айдыном сейчас ищем, что еще можно добавить такое вот в этом? Есен-Гали тоже сказал, я буду тоже строить школы, поговорив со мной и вот услышав про рыбаков Play School. Поэтому, конечно же, вот эта яркость, вот, которая за эту неделю произошла, она запустила очень много процессов, и мы еще станем свидетелями, как они проявятся. Ну, я думаю, что вот ваша неделя в Казахстане и для наших казахстанских бизнесменов тоже очень многое дала, потому что Айдын Рахимбаев, вот я не помню вот такого большого интервью, там, за последние 10 лет, пока он вроде бы никому из казахских журналистов, блогеров, никому не давал интервью, и вот у вас получилось запустить. Я думаю, что наши казахские бизнесмены, они готовы, да, вот так же, как вы, открыто, прозрачно рассказывать о всех своих бизнесах. Ну, мне показалось, вот, Айдын был настолько искренен и откровенен, вот, это редчайший случай, кстати, вот, ну, очень редко, когда человек прям, ну, мы же только познакомились, вот, и он все рассказывает. Давай хотя бы одну ребенку усыновим, одному ребенку дадим другую траекторию жизни, жизни спасем. Мы находимся рядом с Москвау-Сити, это третье кольцо МКАДы, да? То есть почти центр. Так, не МКАДы, значит, есть Садовое кольцо, есть Третье кольцо, есть там дальше Четвертое кольцо, дальше МКАД. А, дальше МКАД. Дальше за МКАДе. Например, Казахстан находится за МКАДом. Спасибо. Игорь Владимирович, ну, вот, смотрите, вы приехали... Мне не нравится такая аббревиатура за МКАДом вообще, я не использую его. Да? Смотрите, вы приехали покорять Москву в каком году? В девяностые годы? В восемьдесят девятом. А, в восемьдесят девятом году. Вот сейчас вы смотрите на Москвау-Сити рядом, смотрите на Кремль, у вас здесь свой, свой большой бизнес-центр, Бакуфтау. Да. Что вы испытываете? Вы в Форбсе, у вас два миллиарда долларов. Вы строите школу. Я испытываю, правда? Да, правда. Вот я испытываю рядом со мной красивая женщина, еще и может мужчина испытывать. Не, ну, я, когда меня нет каждый день, когда вы приходите на работу, да? Да. То есть, что вы испытываете, какие чувства? Ну, каждый день для меня это миги удивления от себя, от нас, что у нас еще получается. Ну, собственно, моя цель в жизни – это привносить в свою жизнь миги удивление, удивляться. Удивление открывает нового меня, которого еще вчера не было. Поэтому, когда я смотрю на все это, конечно, все это меня удивляет тоже. Ну, вы вот так вот приходите сюда, там, может быть, помедитировать, новые цели поставить? Конечно. Подумать, так, Игорь, я молодец, я столько всего добился, надо дальше, теперь надо еще пять миллиардов. Ну, да, значит, здесь происходит настройка на состояние. Я захожу сюда, так смотрю, туда перспектива. Когда перед глазами нет стен и нет ограничений, это запускает мыслительный процесс гораздо более масштабный, то есть мета. То есть, как будто бы вся планета и весь мир у меня есть для того, чтобы создать следующее что-то полезное для многих людей. Понятно? Вот это гигантское ограничение у людей, когда мы говорим, вот у нас есть то, что у нас вот есть, то, что непосредственно мы там обладаем, владеем, охраняем. А когда я сюда прихожу, я как будто разрываю эти оковы и говорю, у меня есть все здания Москвы, все люди Москвы, у меня есть вообще весь мир, вся планета, все. И сейчас я буду комбинировать следующий свой замысел, да, с помощью всех вот этих вот людей, вот этих активов, вот все. Понятно же, что при этом я могу замысливать. Вот он секрет, оказывается, какой. Надо мне тоже здесь стоять и сказать, меня любит Москва. Да, да, да. Поэтому основной такой совет, да, да. Совет, да, да. Никогда нельзя думать и размышлять и замысливать в какой-то темной комнате, где ограничения. Надо подсоединиться к миру людей и посмотреть, смотрите, из чего следует конструировать способ достижения замысла. И тогда и замыслы будут огромные, потому что размер замысла будет определять размер кайфа, удовольствия, размер удивления, которое может случиться. А все, что мы в жизни получаем, это миги того самого удивления. Игорь Владимирович, у вас здесь ремонт, да, или что? Да, да, да. Почему? Я когда приехал после Казахстана, я говорю, так, мне не хватает, ну, пространства, ну, вот. А кто вас вдохновил, у кого вы что-то увидели? В Турлово я увидел много стекла в офисе, у меня здесь тоже много стекла. Но вот я приехал, и здесь вот, а здесь вот. А здесь стена была, да? Так сделали до меня, ну, те, кто строил, они сделали вот так. И я пришел, говорю, так, здесь надо поставить стеклянную дверь, чтобы прям со входа был виден вот этот вот взгляд. Здесь взять эту комнату и вот эту стенку сюда сейчас перенесем, вот сюда. Ну, то есть. Может, вообще каворкинг здесь просто такой? Ну, мы, по сути, его и делаем, просто немножко акустическую, акустическую разгородочку сделаем, чтобы это самое. То есть, ну, когда много пространства, когда много вот такой перспективы, когда нет вот этих стен ограничений. Тогда и человек мыслит по-другому, да? Да, мыслит по-другому. Мне нравится, вы такой человек, приехали, увидели, так, все, сразу снесли стену. Я говорю, так, сносите. То есть, вам долго разгоняться не нужно, да? А я на картинках очень плохо понимаю, что будет, поэтому я всегда говорю, так, уберите стены. Я тогда прихожу в пространство, говорю, так, вот здесь я понимаю, если теперь вот здесь вот поставить, вот, мне... Я как бы сразу уже ощущаю, я всегда так проектирую свои пространства, вот, где я там в Технониколе делал себе, вот, я сейчас заезжал в Технониколь, вот, тот офис, который мой был, когда я там был, вот, я его сам делал, он актуален. В нем сейчас вся жизнь Технониколе, ну, все переговоры там, потому что он на вайбе, вот, ну, а другие, ну, просто офисы, да, это очень здорово, поэтому я очень люблю сам вот. Ну, смотрите, в Технониколе находится ваш друг, партнер Сергей Колесников, и я знаю, что Сергей Колесников также является, по-казахски говоря, вашим божой, то есть, у вас супруги, сестры. Да, 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 у вас одна теща, да, у нас, говорят, это божухи, да, божухи, вы сначала... Сейчас позвоню Сереге, скажу, Серега, мы с тобой божухи. Вы божухи, да. Получается, сначала вы начали создавать Технониколь, а потом у вас произошло, так сказать, бракосочетание, вы женились на двух родных сестрах. Да, это очень интересная история. У меня вот Катя была девушка, значит, мы с ней уже думали, может быть, семью, да. У Сергея была другая девушка, и иногда вспыхивали очень странные конфликты, ну, вот, и было ясно, что что-то идет не то, и я задумал, мы с Катей задумались, с Катей, говорю, что Катя сестра Ани. И тут такой Сергей, да. А Сергей был знаком и ухаживал за Аней когда-то, и мы задумали, что, ну, может быть, Сергей все-таки вот Аня, и чтобы у нас была одна теща на двоих, и чтобы вот... Это был такой замысел, и потом мы пробовали, и он не получился, и мы отказались от этого, потом прошло еще немного времени, и это случилось. О-о-о, слушайте, как круто. У вас бизнес, получается, вы сроднились не только, у вас не только бизнес породнил, да, но еще и одна, единственная теща на двоих. Да, это очень вдумно, потому что квартиру купить, одна квартира нужна, одна теща. А так пришлось бы две квартиры покупать. Не, ну это же еще классно, вот то, что вы говорили про нейронные связи, да, что вот когда все связано, то есть все, уже Сергей и Игорь, Сергей Колесников, Игорь Рыбаков, это тугезы на всю жизнь. Тугезы, тугезы, но я не знаю, что это вот, точно ли это прямое благо, потому что родственные связи, ну, правда, не являются благом, иногда это такая обуза на хрен. Вот, поэтому не следует говорить, это плохо или хорошо, это вот так. Ну вот в вашем случае, это круто? Ну, скажем так, у нас был период, когда мы были в очень жестком таком противостоянии с Сергеем, и вот эта связь, она сделала тоже свое дело, потому что мы с ним подумали, разделим, когда если бизнес. Ну, у нас была связь, что мы, может быть, даже разделим бизнес, и мы такие говорим, так, разделим, если бизнес, капитализация суммы этих двух частей упадет в два раза. Ну, вот так мир бизнеса устроен. Второе. Каждая из этих частей будет конкурировать друг с другом до конца жизни. Ну, почему? Ну, потому что мы сильные парни, так сказать, да, ну, вот так. Ну, есть еще одно обстоятельство. У нас же жены, сестры, одна теща, то есть мы не можем разделиться, но и будут какие-то вот эти вот, блин, какие-то вот это все будет, и это ужас, это в тылу, это в тылу будет постоянно там какие-то вот, и мы такие же, вот по совокупности, вот тут вопрос, по совокупности вещей, снижение капитализации, рост конкуренции, причем не направленные там на создание благ, а противостоянческой конкуренции, и в тылу вот эти интриги мы говорим, Сергей, давай еще подумаем, ну, возьмем время, может, найдется другой вариант, и мы его нашли. Какой? Чуть позже. Ну, просто один из нас ушел из операционного управления Технониколь, я вышел, и все. И Сергей в операционке, он промышленник, он все это делает? Ну, потому что, когда два очень автономных, сильных человек, лидеров человека, то есть, грубо говоря, мы на все, например, одно время смотрели, ну, разными глазами, например, представьте себе, вот, вот смотрите, вот так, бутылка наполовину полная или наполовину пустая? Ну, у меня всегда полная. Да, вот, например, у меня одно представление, у Сергея другое, ну, особенность восприятия. Да. Ну, мы сидим и спорим, и этот спор прирастает, ну, типа, блин, вот поэтому два разных стиля, ну, у мощных таких проявленных предпринимателей, они когда наталкиваются друг на друга, это генерит, как тектонические плиты наезжают друг на друга, и вот это и приводило к вот этому всему. Ну, вы приняли классное решение. Да, и как только мы развели, я говорю, а что мы, собственно, вот с точки зрения акционеров, величайшей компанией Технониколь, там, стратегического видения, у нас все совпадает, а с точки зрения тактик и подходов в моменте, ну, разные и все, давай, ты будешь, значит, вот здесь вот это, ты будешь это, ну, и это сработало. Слушайте, ну, зато у вас теперь два бренда, Рыбаков и Технониколь. Зато у меня теперь жизнь наполнена... Другим. ...огромными разными штуками, а до этого было только Технониколь, Яхтинг и Семья-3. А сейчас к этому добавилось, что новая компания Прайты, Рыбаков Фонд, Рыбаков Тау, СОК, книга писательства, YouTube-канал, значит, песни я записываю, альбомы, то есть матрица плотности социальной ткани стала в 10 раз больше. Икс-10, Икс-10 Академии, как венец. Теперь у меня 30 учеников рядом, этот мир мой расширился, я не знаю, в миллион раз. И все это благодаря Бажухе, Сергею Колесникову. Да, да, и я всегда передаю большой привет, и говорю, Серега, если ты видишь там, я говорю, очень здорово, что мы с тобой со студенчества, с общаги начали вот это все, и как же здорово, чертовы бери, спасибо тебе, мой партнер и друг. Да, это называется бизнес-отель, то есть отель для бизнеса, обычно отличные отели, хаят, вот рядом, это для людей, физических лиц, а здесь для бизнеса, здесь можно очень быстро снять офис, и люди платят, ну, когда деньги не за метры квадратные, а за сколько рабочих мест, поэтому в стоимость рабочего места включено все. То есть вот от первого этажа по десятый? Принятим, софт-машины, там, социальные мероприятия, и все, ну, это как бы здесь пространство для бизнеса, а не квадратный метр. А доступ к Игорю Рыбакову есть у резидента? Ну, вот. Ну, я, например, не резидент. То есть если я становлюсь резидентом, то я могу к вам зайти? Ну, зайти, в смысле, вот, мы здесь, есть много социальных пространств, я часто бываю, мы здесь пересекаемся, и кто-то так вот этим активно пользуется. А сколько стоит резидентство здесь? Вы знаете? Спасибо. Ну, условно, одно рабочее место в месяц стоит, там, где-то 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Ну, это, там, офис, там, все, все хорошо, там, плюс это включается сколько-то часов переговорных комнат, ну, то есть вся, и пользование всей инфраструктуры. Слушайте, это недорого, это как номер в отеле на сутки. А есть просто возможность купить карточку Sock Club, и использование социальных пространств в течение месяца это будет стоить 15 тысяч рублей. Может, прийти там. Но этим люди начали очень сильно пользоваться, поэтому мы сейчас вводим тарифы как фитнес-склад. Так, а что мы не будем? Так, вы что будете? Двойной капучино. Двойной капучино. А во сколько ваш день начинается? Вот вы всегда с утра сразу сюда? Ну, у меня таких всяких увлечений делал, 150, поэтому сразу во все 150 я не могу. Я вообще очень люблю в плейскул заезжать. В плейскул это детские сады и школа Игоря Рыбакова, Рыбаков плейскул. Вот туда я люблю ездить. В последнее время что-то зачастил, потому что очень активно развивается. А везде есть кабинеты? Там в Технониколь можете заехать, там кабинет, в плейскул кабинет или нет? Кабинет один здесь находится, да? Здесь, здесь. Ну, кабинет он зачем? Ну, как-то собраться мыслями, поговорить с коллективом. Ну, это наследие из прошлого. В принципе, сейчас очень много переговорных комнат, правильно, хорошо подготовленных и в соответствующем контексте. Кабинет это такое. У меня очень много товарищей, которые уже, у них нет вот кабинета, они как бы распределенно действуют. У них дом есть, дома обычно есть кабинет. А вот в офисах у кого, представляете, 150 компаний, что 150 кабинетов? Поэтому я человек немножко цифровой динозавр, короче. Ну, я не совсем в этом. Но, тем не менее, извините меня, у вас 10-этажное здание, есть все равно кабинет. Да, есть, есть. Это же без этого тоже никак. Я в чем-то немного тоже консервативный. Иногда, кстати, пользуюсь социальным пространством. Некоторые художники современные, они меня тут залавливают, говорят, Игорь, купи картину. Вот, недавно меня один заловил, я говорю, ладно, покупай, повесьте здесь. Я говорю, покупай. За сколько вы купили эту картину? Вам 500 долларов. Это кто? Ну, это такая. То есть, это не личность, да? Нет, это как, так сказать, современное искусство, ложь. Ну, вам нравится современное искусство? Ложь, ну, это такая вот, как будто все состоит из лжи. А-а-а! Да, вот. И эта картина символизирует, что сколько всего разного, и все это ложь, фейки, и все это скроминировано, и выглядит оно зачастую как. Социально приемлемо, а на самом деле это все. Ну, в общем, смотри, сейчас в эпоху инфо-цыганства реально очень много таких людей, которые действительно создают иллюзию, да, что они очень богаты, что они такие, знаете, строят империи. Но потрогать, да, вот это очень сложно. Вот мы сейчас находимся как раз… Вот вам тоже надо потрогать, да? Вот мне нужно потрогать, я должна понимать происхождение. Я тоже всегда так потрогать. Как-то вот, знаете, потрогать вот это все действительно ваше, да? То есть вот это, мне кажется, тоже, вот вы же говорите про ложь, да? Да. Это же важно? Ну, не просто важно, а люди состоят из чувств. Человек – это и есть комплекс чувств, да, поэтому потрогать, ощутить, ну, внести в себя весь спектр чувств, ну, да это умно. А вы сразу определяете, когда человек вам лжет? Нет, конечно, конечно, у меня насмотренность большая, я уже вижу, что иногда получается очень неплохо определить сканер опасных мыслей, я называю. Включил сканер опасных мыслей, ну, здесь вот, но, конечно, его надо тренировать постоянно, и поэтому иногда он пропускает, но для этого есть многослойный, ну, многостадийный. Как бы сканируешь, если пропустил, потом под нагрузкой сканируешь, потом еще под нагрузкой, ну, в течение какого-то времени. Такой подход дает 99,9 точности. А когда смотрите своих коллег в Ютюбе, вы же понимаете, кто из них действительно настоящий, а кто фейк? В Ютюбе ничего не понятно. Непонятно? Мне, мне ничего не понятно. Я вообще не смотрю эту, кроме… Конкурентов не смотрите? Кроме пересматривания некоторых своих. Выпусков, ну, не как выпуска, а как, вот, вот, например, вот с Айдыным Рахимбаевым я сделал сейчас. Крутое, кстати, интервью, да. Ну, и вот я его когда пересматриваю, у меня прям, особенно, вот, финальную часть, там, когда мы говорим про школы, сады, про дом мамы, да. Который вы, кстати, 100 тысяч долларов перевели. Да, да. Мы познакомились с Айдыным, вот, он рассказывал мне свою историю, и в каждом моменте его истории я узнавал себя. У меня был резонанс на каждое… Флэшбэк такой, да? Вот. И когда он дошел до вот этой финнотропии, для социального преобразования и ответственность бизнесменов и предпринимателей за изменение мира к лучшему, и демонстрировал, какими делами он изменяет мир к лучшему, школы, дом мамы и прочее, ну, в этот момент просто резонанс достиг. Апогея, я говорю, я хочу быть частью этого, хочу поддержать, и все. Это вот так как-то было. То есть каждый раз, когда Игорь Рыбаков перечисляет кому-то деньги, то есть это всегда так эмоционально, да? Ну, дело в том, что эмоция – это не в смысле эмоции. Эмоция – это наше выражение. Вот резонанс пошел, и когда он достиг апогея, вот эта эмоция, это даже не эмоция. Мы, другие люди видят эту эмоцию, но у меня же это резонанс. И вот я хотел присоединиться. Более того, я ему сказал, Айдын, такая штука, такие дома мамы должны быть и в России. И вот сейчас мы встретимся завтра, кстати, 5 сентября. Он приезжает с семьей, я говорю, приезжай ко мне всей семьей домой, мы с семьей встретимся, вот он завтра приезжает. Ну, да мы уже договорились, что мы и детские сады, и школы будем открывать, Рыбаков Play School. Супер, в Казахстане. И дома мамы будем. В общем, давайте так, будет очень много всего, мы еще расскажем. Так как здесь социальное пространство, можете зайти сюда, здесь очень будет, ну, акустическое, если закрыть дверь. Да-да-да, я слышу. А это, это специальная штука для блогеров, потому что свет фонтовой, свет такой, более того, можно настраивать интенсивность. И вот здесь закрепить телефончик. Все для блогеров. Да. Ну, сейчас же как? Вот медийность, например, если я делаю конференцию с кем-то, я вышел, вот включил. И вот видите, какой свет. Слушайте, круто, классно придумали. Свет, то есть, ну, очень. В общем, у вас и офис, все, в общем, продумано для соцсетей. Такой свет обычно, ну, он не очень. Не очень. Это берегу, включаем. Тепленький свет. Тепленький, и работаем за счет. Игорь Владимирович, вы... Знаете, я гораздо лучше здесь выгляжу, чем... Да. Нет, вы так тоже хорошо выглядите. Вот, и здесь очень тихо, и есть кабинка на двоих и так далее. То есть, мы создаем здесь такое пространство, где уже статистика доказана, что эффективность бизнеса растет 30-40%. Вот за счет вот этих маленьких всех штучек, ну, вот как приезжаешь, ты в хороший отель, там, где полный сервис, все, ну, там, кайф. Вот бизнес здесь кайф, а когда у бизнесменов, у представителей хорошо. То есть, такая вроде бы небольшая деталь, но очень может быть решающая, да? Вот совокупность этих деталей, ну, и дает вот эту продукцию. Каждый может присоединиться к Игорь Рыбакову, либо как бизнесмен, размещающий свои подразделения, свои команды в соке, или как присоединяющийся к инвестированию с Игорем Рыбаковым, значит, вот эти паи Рыбаков Риэлти и так далее. И становится такое, знаете, как бы связности больше. Ведь на самом деле большинство вещей великолепных в мире происходит из связности, а наибольшее количество мерзких вещей, пакостных, тогда, когда люди, говорят, а нам пофиг, разделяются, вот тогда они начинают ракеты друг к другу. В общем, вы такие, знаете, нейронные связи создаете, да? Да, чем больше плотность социальной ткани решает, потому что если ты отделяешься, ты можешь запросто послать соседу ракету, земля-земля, ты не связан с ним, ты не знаешь, что, поэтому ты можешь ракеты посылать, ну, все. Когда ты связан, разве можно по этой связи послать какую-то... Вот, кстати, просто... Плохо. Вот, ты послал, вы меня тоже послали, и нам плохо. Зачем? Да. Мы начинаем заботиться друг о друге, потому что вот автоматически. Я даже заметила, когда вот, например, блогеры дружат, они друг друга там не хейтят, не критикуют, а если не дружат, они могут это легко сделать. То есть, если нет связи, то ты можешь легко там кого угодно обозвать, кем угодно. А когда ты знаком с человеком, ты уже такой, знаете, у тебя уже есть... Страшно. Да. А то, и ты, говорит, ему, так сказать, насрал, он тебе тоже насрал. И вот такие сидите оба в зерне. Абошки. И чувак. Да. Ну, не очень умно, не очень хорошо. Такая, знаете, экосистема, да, у вас здесь прям? Ну, да, мы ее расширяем. Она же состоит не только из этого здания. Она состоит из сообществ. Много сообществ. Вообще сообщество – это ключи. А вот ваши книги привезли. Их здесь этим. Во-первых, вот так надо потрогать, потрогать. Прямо купюра чувствуется. Да, чувствуется, да. Слушайте, вы такой, знаете, себя любите. На долларовой банкноте номиналом 1 миллион долларов Игорь Рыбаков. Американцы, в общем, учитесь. И так скромненько вы. Это эффект X10. Эффект X10. Вы спрашиваете, что такое? Я говорю, X10 – это учение. Как с помощью первозданной простоты сделать цветущую сложность, процветание и внести в свою жизнь все, что только ты пожелаешь. Слушайте, круто. Да. Поэтому, когда гладишь вот так, в кошельке деньги прибавляются. Так, можно на счету? Да. Уже цифровые кошельки. Да, да. Так сейчас гладь, и здесь такой… Так, посыпались доллары. Чик-чик-чик-дайк, давайте гладь, и вот здесь посыпались. Спасибо. Ну, а теперь смотрите, внимание, будете внимательно. А если перестали гладить, уменьшаются. А, вот что. Да, теперь постоянно надо. Слушайте, у нас такой крутой маркетинг, реально религия. Религия чистоты. Если серьезно, парадоксально, как алгоритмическая последовательность ряда настроек человека может использовать содержание, которое есть в каждом человеке по-другому, и принести человеку совершенно другую результативность и действенность. Вот учение X10 – это про то, как я использую свое содержание так, чтобы у меня было деньги, любовь, счастье, равновесие. Слушайте, нам повезло, мы, получается, первые держим в руках? Уже 10 тысяч человек это имеют. А, 10 тысяч человек. Уже 10 тысяч человек уже это делают. Поэтому, кто нас сейчас видит и слышит, торопитесь, торопитесь. Потому что то, что вы хотите, и то, куда вы идете, туда хотят многие. И если не вы первые окажетесь, то вам не достанется. Поэтому берите срочно эту книгу. Это Серега. Это ваш партнер. Партнер и Бажуха. Да, и Бажуха. Это инсталляция небольшая. Когда нам вручили приз «Предприниматель года», это очень знаменитый конкурс «EY Wolf Entrepreneurship». Конкурс «Предпринимателю года». Я говорю, Сергей, мы выйдем так, что нас все запомнят. И я придумал, что мы выйдем в шлемах. Ну, как у Гагарина. Вот мы, вот там на фотографии, мы вышли в шлемах. В общем, народ такой, говорит, мы, говорит, ничего не запомнили. Только вот этих двух парней космонавтов. Так, это называется музыкальная. Студия. Музыкальная мастерская. Слушайте, шикарно. Здесь раньше у вас что было, до музыкальной студии? Ну, здесь была комната как отдыха. Отдыха, да? Потом мы начали петь. Ну, я отдыхаю, когда занимаюсь расширяющей деятельностью. Я начал петь, начал записывать альбомы. И сейчас, когда меня спрашивают какой-то вопрос, помоги, я очень рад помогать всегда людям, стать богаче и сильнее. Я, знаете, как делаю? Я даю некий трек мой. Я говорю, послушай вот этот трек и еще вот этот. И говорю, ты пока слушаешь, у тебя придет ответ. Помните состояние ответа? Да, да. Человек слушает мои два трека. У вас альбом целый? Альбом называется «Религия чистоты». Религия чистоты рыбаков. Да, да, да. Скачаем. Например, вот. Ну вот я уже ставил. Похож на Моргенштерна? Моргенштерна меня похож, я согласен. Нет, ритм как будто… Всего семь нот, смотри, всего семь нот. Ну что вы? Ну это же я уже как будто слышала. Выбор и свобода. Выбор – это ошибка природы. Свобода – это все и сразу. Выбор – ошибка природы. А все говорит, какой твой выбор? Я говорю, друзья мои, когда вам кто-то предлагает сделать выбор, и вы не прочитали эту манипуляцию, вы в опасности? Как? Нас же учили фокус, концентрация, какой-то выбор. Я говорю, правильно, вас учили, вас подготавливали быть рабами или латентными рабами. Правильно. Поэтому вас учили делать выбор. Мой выбор, выбор рыбаков – это свобода. Никто из вас не сможет лишить меня моей свободы. Все выборы сразу. Я выбираю быть и богатым, и здоровым, и счастливым, и на автономным, и роль, которую я хочу, и статус, которого мне надо, и принадлежность, которую я хочу. Все, что я выбираю, это все мои выборы. Но вы-то пришли к этому уже на Капис бэкграунд. Да, поэтому я запаковал все свои подходы, практики, которые офигенно работают в X10 учения, и распространяю его через книги, через X10 академии, Через музыку. Через музыку. Потому что нас учат, и меня тоже учили в Советском Союзе, в школе быть послушным, удобным, и выполнять чьи-то прихоти. А я вам серьезно говорю. Если ты хочешь выжить – окей. Учись соблюдать правила – окей. Если ты хочешь процветать – учись изменять правила. А если ты хочешь жить насыщенной, выдающейся жизнью и сделать что-то замечательное – учись создать свои правила. И вот это «создать свои правила» – одно из правил – свобода. Все выборы. Вы не будете мне предлагать, какой выбор сделать. Я определю, какие выборы сделать. Я выбираю все выборы. Главное знание какое в мире? Незнание. Обладание любым знанием, любым, редуцирует тебя до охранника этого знания. Поэтому незнание есть главное здание. Парадокс? Нет. Мой инструмент. Игорь Владимирович, а вы не стесняетесь перед другими своими коллегами, бизнесменами, что не имея музыкального образования, скажем, вы же неподготовленный артист. Вы записываете… Я не подготовленный артист. Я вам сейчас покажу видео, и вы сами снимаете. Нет, имеется в виду, вы не стесняетесь, что вы… Нет, улыбка, улыбка по поводу неподготовленного артиста. Нет, имеется в виду, что вы абсолютно… Да, артист. А еще артист Рыбаков. Вы спрашивали, кто еще. Еще артист. Если у нас в Казахстане Арманжан Байтасов начнет петь, то мы все удивимся. Или там Айдын Рахимаев. Казах без понтов. Наоборот, я говорю, запой, и ты будешь самый понтовый Казах. Да. Он говорит, а что, правда? Арманжан мне так и сказал. И говорю, это идея. Я говорю… Ну, я не думаю, что мы этого дождемся. То есть у нас бы вот задумались, у нас есть яд, что скажут родители, что скажут соседи, друзья, родственники. Вы вообще… Да, у вас нет никаких правил, да? Да, вот я вам сейчас… Просто вот не отходя от… Я видела это выступление, да, да, да. Ну, покажите, покажите, да. Это просто офигенно работает. Я же не предлагаю то, что у меня работает, я только это предлагаю. Я не предлагаю что-то вот это, выдумки. Для меня это работает. Мои тексты, моя музыка, мои песни, мои видео. Но оно все работает на ваш бренд. Оно в моей жизни работает. Дело в том, что я начал заниматься вот этим всем, когда у меня было 700 миллионов долларов. Сейчас у меня 2 миллиарда долларов. Скорость, которая прирастает в мой финансовый капитал, прямо пропорционально тому, как я распространяю свои вот эти практики, которые и делают меня успешным. Я вообще считаю, что каждый состоявшийся человек обязан ответственно предоставить доступ к смыслам и практикам, которые сделали меня успешным. Например, вы хотите стать моим учеником. Мой ученик, я говорю сразу, окей, я бы от вас взял ученица. Ну, я бы взял. Но, я сразу говорю, условия такое. Первое. У тебя должны быть 10 учеников. Мой ученик обязан иметь 10 учеников. Передавать знания, которые я получаю у вас. Сразу. Если нет, я говорю, это не подходит. То есть еврейский подход такой? Почему еврейский? Рыбаковский. Рыбаковский. Сразу еврейский. Рыбаковский. Да, да, да. Рыбаков, слушайте. То есть вы же, вы же на самом деле распространяете свои знания. Я был казаком в прошлой жизни, в будущем, может быть, евреем. Слушайте, да мы все родом с планеты Земля, поэтому назовите как угодно. Ну, дальновидно, я бы сказала. Я никогда не боялся показаться смешным. Я всегда мог это себе позволить. Вы спросили, почему боюсь, не боюсь. Да я никогда не боялся показаться смешным. Именно поэтому, идя и добавляя в свою жизнь новое, я никогда не смотрю, что другие скажут. Более того, если они что-то скажут, для меня это тоже интересно. А что они скажут? Понимаете? Да. Поэтому в неком смысле, знаете как, чтобы с тобой случилось то, что могло случиться, не надо спрашивать кого-то, не надо смотреть на кого-то, не надо думать, что они скажут, иначе не случится то с тобой, что могло бы случиться. Именно поэтому мои ученики так хотят попасть ко мне, к грандмастеру, стать на путь ученичества, чтобы стать мастерами жизни. И все. Второе. Ведете каждый день дневник, открытие. Вы помните этих удивлений? Да. Мигов. Мигов. Каждый день миги, потому что 240 тысяч мигов или 300 тысяч у Далай-Ламы, если вы поделите на количество дней, ну, Далай-Ламе сколько-то лет, на количество дней, вы увидите, что у Далай-Ламы не один миг в день, а несколько. А в какой книге это вы прочли, узнали про миги? Это моя практика. То есть это ваше личное, то есть это ваше личное, то есть это лайфхак? Ну, это лайфхак. А про Далай-Ламу откуда вы узнали? Ну, так я с ним встретился и мы с ним поговорили, он говорит, и у меня тоже, я говорю, почему ты об этом не рассказываешь никому? Он говорит, Игорь, представляешь, я прихожу, вот мы с ним общаемся, смотрите, я говорю, представляешь, я прихожу к человеку, говорю, миги это главное, количество мигов определяет качество твоей жизни. Вот человек такой стоит, слушай, смыслы, то есть количество раз, сколько я удивился, определяет качество моей жизни, человек, которого учили всю дорогу, ничему не удивляться, чего тут можно удивляться уже, вот мы живем в этом вот дерьме, будем дальше жить. Когда ему это сказать, первое, он не поверит, он не поверит, не примет и не будет использовать, и более того, будет еще смеяться и всем рассказывать, что он только что встретил человека, который сказал ему какую-то ерунду. Поэтому, есть очень простое правило, у Далай-Ламы, у меня и у таких, как мы, смотрите, если надо объяснять, то не надо объяснять. Когда человек созрел стать учеником Далай-Ламы или учеником Рыбакова, или, ну, давайте так, он готов встать на путь ученичества, ну, то есть на служение действенному действию, ученичество — это не быть учеником, это встать в позицию ученика, чтобы путь действенного действия, путь открытий приносил тебе каждый раз более действенное действие на пути к твоей сверхдейственности, ничего, не очень сложно говорить. Я на монтаже разберу. Вот, не каждому это надо, правда, не каждому, и все, кому надо, тому не надо объяснять. Он сам приходит, говорит, Игорь, я готов, я хочу. Я говорю, точно? Ну, давай, я тебе даю небольшие испытания, потом большие испытания, если человеку действительно надо, и степень его желания и горения подтверждается его вовлеченностью, все случается. Вот в каждой книге «Религия чистоты», когда открываешь… Так, я уже тут все потрогала. Деньги проверить сейчас нарастают. Знаете, мне нравится, что я, Игорь Владимирович, потрогала серебряную кнопку YouTube, золотую кнопку YouTube, потрогала, так сказать, миллионную купюру. Я теперь точно буду миллиардером. Да, а теперь билет. Каждой книге такой, ее можно заказать в интернете тоже, открываем, и в каждой книге есть билет «Новое будущее», «Рыбаков X10». Точно такой билет дал мне отец в 12 лет и сказал, на, держи, научись размножать это, и когда научишься, расскажи другим, как это делать. Он мне вручил этот билет. Слушайте, ваш папа бизнес-коуч. Ну, выходит, да. Это вы мне подарили? Да. Спасибо. Слушайте, вы же такие долларовые купюры раскидывали 20 тысяч долларов на форуме «Синергия». Не долларовые, это 20 тысяч билетов в «Новое будущее». Это было 20 тысяч долларов? 20 тысяч долларов, я их подписывал 36 часов сам, сам сидел здесь вот, подписывал. У меня даже есть видео, я вам могу дать, как я подписываю. Я сижу, говорю, 36 часов, а я такой говорю, я лично подпишу каждый билет. И через три часа я уже, конечно, не хотел это делать, позвал несколько ребят на помощь, но мы их все подписали. И мы скинули их в этом стадионе. Вау, здесь у вас это арт-пространство, да? Да, здесь я все пытаюсь… Понять что это? …чтобы мироздание сказал, что здесь, как будет. Слушайте, ну здесь шикарно. Да. Сколько здесь метров? Шесть-семь метров потолок, да? И, скорее всего, здесь будет ивентное пространство, их здесь академий. То есть эквивен клуб. А сколько, получается, это пространство ждет своего предназначения? Ну, уже два года. Два года. И вы спокойненько так. Спокойно. А что это у вас на окнах? Это что за фигуры? Это, по-моему, мой партнер Оскар Хартнер. Да? Это с какого-то проекта? А, нет, это Эл Эспресс. А, это что-то у вас какая-то тусовка была? Это, знаете, с дороги. Дело в том, что… А, чтобы видно было, да? Вечером, чтобы Рыбаков Таур привлекал внимание, здесь прожектора вот так вот освечивают этот куб, и всем кажется, что здесь идет диско-данс. И они реально говорят, что в этом здании? Это как это «Один дома», помните? Да, да, да. Что в этом здании? В этом здании, там же, я говорю, написано Рыбаков. И я сделал пост такой, говорю, ребята, кто снимет себя на фоне этого здания, сделает отметку, присылает, я делаю перепост самых лучших. Ну, а самые крутые я позову чай попить, кофе. Ну, столько постов, ну, я даже считать невозможно, столько постов. Поэтому вся Москва сейчас знает про Рыбаков Таур, и все это элегантно через… Ну, это смело, это смело так и очень креативно. Вау. Значит, я сейчас вам покажу пару техник, как принести в свою жизнь самое большое благоденствие за одну минуту. Мне кажется, что я точно уже скоро буду в Форбсе. Да, это арт-объект, называется X10 денежный трон. X10 академии, X10. Кстати, вы очень элегантно выглядите. Спасибо. Мне кажется, что я создано для этого трона. Да, теперь, что очень важно. Давайте так. Это настоящий доллар? Конечно. Правда? Здесь миллион долларов. Это стекло и миллион долларов. Вы сейчас сидите, можно сказать, обнятые миллионом долларов, и теперь делайте вдох, глубокий вдох. Так, сейчас, секундочку, подождите. Так, глубокий вдох, задерживайте дыхание, зажимайте чакры. Ну, это есть такие клапаны. Да, мы знаем, где чакры. И теперь держите дух миллиона долларов. Держу. Все, он пропитывается в сердце, в кровь. Теперь вы состоите из духа, возможностей, намерений, замыслов. И все, масштабное, огромное, планетного масштаба. Теперь можете медленно выдыхать, оставляя, так сказать, дух денег и энергии внутри. Все. Игорь Владимирович, вы… Все, вот миг, случился миг. А где вы это все, откуда берете информацию эту? Ну, как? Это происходит, созревает внутри и выходит в виде сияния. Я теперь поняла, что испытывают ваши ученики, которые приходят к вам в X10 Academy. Да. То есть вы их сажаете на этот трон, и человек уже просто никогда не хочет от вас никуда уходить. Это вот создаете целую религию, да? Это религия чистоты. Чистоты. То есть это не грязноты чистоты, а чистоты, когда тебе нравится, что с тобой происходит. Дело в том, что многие научения, да, они доминирующие. Они такие, говорят, вот предписывают тебе, что делать. Я говорю, подожди. Все, что человеку должно делать, это то, чтобы человеку нравилось, что с ним происходит, без чрезмерной оплаты. Это здоровьем или чем-то еще. Как достигать замыслов без чрезмерных усилий, этому посвящено учение их здесь. А если украдут? В Петербурге, а тут все, здесь 25 систем безопасности. А какие? Здесь я даже наклею все. Во-первых, камеры смотрят, прям все пишут у нас. Второе, все вот эти датчики, которые подсоединяются, знаете, стронул, сразу аларм и так далее. Плюс есть скрытые датчики, которые сейчас сканируют здесь каждый момент. Если начать делать какое-то противоправное действие, сразу сюда привлекает группа реагирования, то здесь все жестко. Супруга дома, да? Да, сегодня у нас. Катя сегодня будет, кстати, здесь на родительском собрании. А-а-а. Они договорились на родительском собрании. У Кати Рыбаковой, значит, обязательно есть рыбы. 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 Это Катя. Красотка. Обязательно здесь стоит сюжет из этой фабрики Технониколь. Технониколь. Новое оборудование там. Ну, это все обычно. Яхты мои. Обратите внимание, значит, я 103 килограмма раньше был. 106. Видите, какая яркая. О-о-о. Ну, я такой их смех был. Мы стали чемпионами мира и чемпионами Европы по X41. Вот наша лошадь. А что за команда? Это международная компания? Раша Тим. Раша Тим, знаете, вот. Team Russia. Вот он Технониколь. Видите, брендинг Технониколь. Супер. Значит, история такая. Мы же парни, ну, как казахи. Вот мы все, на самом деле, из российской там, не знаю, империи или как это, Советский Союз. Мы как-то сделали гимн. Быть первым в России, Европе и мире быть лидером Технониколь. Мы долго его пели, а потом такие говорим, ну, хорошо, в России мы лидеры, в СНГ лидеры. Ну, блин, в Европе и в мире стать лидерами, ну, это еще не скоро, а уже как бы хотелось. Тогда что мы сделали? Мы купили лодку, назвали ее Технониколь и за три года стали чемпионами мира в X41 классе. Отчитались. Теперь Технониколь, лодка. Технониколь, лодка, номер один в мире. Все-таки говорят, вау, это же был такой вот действительно способ. Ну, да. А до этого говорили, а когда вы в Европе станете лидерами? Ну, компания, бизнес-компания Технониколь. Я говорю, ребята, если вы замыслили что-то, не думайте линейно. Всегда есть ходы. Другие. То есть, просто с другой стороны. Да, новое в другом. То есть, если ты ищешь новое в том же самом, ну, иногда все грибы собраны здесь. А ты пробовал искать другое. В общем, Технониколь в другом стал номер один, да? Игорь Владимирович, вот я, знаете, тут вычитала, когда маму Илона Маска спросили, как она воспитала такого сына-новатора, она ответила, я никогда не помогала детям, я слишком много и тяжело работала. Да. Вы тоже видели, как ваши родители тяжело и долго работают, вот, то есть, какое напутствие вам дали ваши родители? Да. Были миги с этим связаны, миги в удивлении. Я верил взрослым. Ну, каждый ребенок верит взрослым, я тоже верил, но я видел, как взрослые окружавшие меня, они работают усердно, да, и как они запутались. Я увидел эти миги, и это было так, что однажды отец пришел, и он был вот в таком состоянии, он рассказал мне, что он начальник лаборатории Магнитогорского металлургического комбината, ответственный за качество металла во всем комбинате, он не может уволить двух женщин, которые очень плохо работают, потому что одна жена начальника цеха, а другая сестра директора завода, ну вот это вот, клановость, да, не может их уволить, а он говорит, пап, как ты не можешь, ты начальник лаборатории, ты отвечаешь за... Он говорит, я не могу, и он идет, он там выпивать начал, то есть у него стресс, ну вот это вся кумовство, вот это... Я тогда решил, я его хотел поддержать как-то, я понимал, что взрослые живут как-то вообще не так, как... Я поклялся себе, но внутренне, что я вот когда вот вырасту, никто не сможет мне предписывать, что, сука, делай. Я вот как я буду видеть, потому что я считал, что папа должен был уволить этих, он говорит, я не могу. Вот эти открытия у меня были, они были связаны с наблюдением за своими родителями, за другими взрослыми, ну то есть мои родители это были такие же замечательные мои учителя, они мне таким образом преподавали урок. Это был очень сильный урок. Все, у кого сейчас деньги, это глубоко публичные люди, они публичные, у них скоро отберут деньги, поэтому если... Поймаете, о чем говорю? Поэтому публичность — это ресурс. Деньги — там, где яркость, вообще деньги не любят там, где тухло и там, где однообразие, деньги любят там, где движ, там, где вихрь, поэтому, ребята, вдыхайте себя. Игорь Владимирович, а нужно здесь просто сделать комнату? Это же можно мебель сделать, диван из долларов, я не знаю, там, стол из доллара, стол. Здесь просто может быть такой, знаете, денежная комната. Давайте, посмотрите, как я выгляжу. Вы свои 2 миллиарда долларов, которые у вас на счету есть, вы их как видите? Видите? Слушай, я подсчитал, что если в этой комнате наличными попробуют забить ее всю наличными вот этими долларами, то вот этой комнаты не хватит. Вот 2 миллиарда будет. Вот если вообще вот это все здание забить, вот хватит. Вот, представляете, все вот это здание забито купюрами. Это и есть 2 миллиарда долларов. Здесь всего миллион. Вот просто интересно, миллиардер, да, у которого 2 миллиарда долларов в день, сколько денег тратит? Ну, в месяц 100 тысяч долларов. В месяц 100 тысяч долларов. На все там дома, машины, там, помощники. Ну, расходы, да? Все хозяйство, большое хозяйство. Ну, очень большое. 100 тысяч – это не такая уж прям большая сумма. Ну, некоторые мне в инстаграм пишут, что у меня 100 тысяч, говорит, за всю жизнь, говорит, не было. Поэтому, я думаю, все относительно, да. Вот, но есть у меня товарищи, которые там, не знаю, в месяц миллион долларов тратят. Я говорю, куда? Ну, они когда рассказывают, что… Ну, ни в чем себе не отказывают, да? Ну, там, в основном, знаете, какие-то всякие безделицы, вот эти, Cartier, там, что-то. Ну, вот это лакшери, там, что это. Ну, вы к этому спокойно относитесь, да? Я отношусь к следующему, что потреблятство – это… Ну, то есть, финансирование потреблятства – это вот, ну, такой вот спорт высоких достижений, которые, ну, как бы бессмысленные и беспощадные, ну, изнашивающие. Это лучше детские сады и школы. То есть, представьте, миллион долларов в месяц он тратит на вот это вот, на потреблятство. Я говорю, слушай, миллион долларов стоит открыть один садик и школу. Ну, небольшую, но вот, ну, там, порядок сумм, да? А 10 миллионов долларов или 12 – это офигенная школа, вот как вот Айдын 1 сентября, например, открыл. Ну, если для Казахстана, там, люди, ну, знают там. А ты 10 миллионов долларов в год там на какое-то вот содержание яхты, на которой живут сейчас гастарбайтеры весь год. Я говорю, ты сколько раз на этой яхте был? Он говорит, вот в прошлом году неделю, говорит, были мы, а в этом году ни разу. Я говорю, ну вот, а сколько ты заплатил за содержание яхты? Полтора миллиона долларов. Я говорю, яхта большая, это как завод, плавучий завод. Я говорю, я понимаю расходы. А зачем? Тебе дает это, ну, вот, кайф. Он говорит, вот у нас так принято. Я говорю, ну, вот принято. Вот и обслуживай свое, что у вас принято, но кайф-то. Есть у тебя состояние, что тебе нравилось, что происходит? Он говорит, уже нет. Я говорю, ну. Значит, как минимум, ты теперь знаешь, как дальше идти. Например, школа, детский сад всегда дает, потому что ты находишься в центре живого храма. То есть ты запускаешь новое, когда люди станут автономными, и у них будут две самые важные компетенции. Навык генерации защиты от злоупотребления власти в манипуляции и контроле. В Алма-Аты мы с вами говорили о воспитании детей. И вы сказали, что ваша дочь живет в… Вот вам, может быть, вот это нравится? Все приходят, обращают внимание. Да. Вы просто не узнали, кто это. Кто это? Это стилизация… УРТ? Первый канал? Я просто в новостях работала. Зачем так оскорблять нас? Нет, дождите. Один художник пришел мне, дал эту картину. Я телевизор вообще не смотрю уже лет 20. Я его поставил, а все люди приходят и говорят, о, мы знаем это. Я говорю, в смысле, как вы знаете? Как можно узнать это? И они мне рассказали, что это УРТ, это вот эти вот… Да, да. Это же… Мы же столько лет смотрим. Да, конечно. Я же вела новости 20 лет. А я-то не знаю? Ладно, извините. Игорь Владимирович, мы в Алма-Аты говорили с вами о воспитании детей. И вы сказали, что ваша дочь Полина живет в Москве, арендует квартиру. У нее нет автомобиля. И для нас это шок. Да. И вы дали дочери кредит на образование. Займ. И при этом займ. И она учится… Грант. Да, грант. И она учится в российском ВУЗе. Там же, где учились вы и Сергей Колесников. Да. То есть вы не отправили свою дочь, имея 2 миллиарда долларов, в Гарвард, MIT, в Оксфорд. Как это пытаются сделать все казахи. Почему? У нас такой уклад в семье с Катей. Но мы выработали его. Уклад в семье такой, что мы к 17 годам, к 18 даже отсоединиться от влияния на детей. То есть дети должны к 17-18 годам быть подготовлены начинать автономные, самостоятельные вот эти вот мышления и решения. Ну вот как есть. Может быть низенько как-то. Ну это лучше, чем оставаться в этом коконе заботы родителей и так называемые родительские предписания. Родители. Ну давай так. Родители это прекрасно. Но другой взрослый, который сложился в совершенно другую эпоху, которой уже нет. Но он сложился там. У него представление о мире и жизни. Вчерашние, позавчерашние 20-30-40 лет давнишние. Они не актуальны. И вот этот взрослый, представляете, он предписывает молодому взрослому, как быть, в какой профессии и так далее. Величайшая глупость мира. Она происходит от того, что раньше люди не могли выжить и были, ну как бы, созависимость была предельная. Поэтому исторически сложился такой, ну не знаю, социальный паттерн. Ну так как бы в среднем по бане так принято. Так все делают. Так все делают. Мы смотрим, как они делают, ну мы вроде говорим, вот так безопасно делать. Еще раз говорю. Все, что представляется безопасным, не является безопасным во многих случаях. Понимаете? То есть есть очень много вещей, что то, что так все делают, я говорю, посмотрите, сколько людей, делая так, достигают желаемого. Очень мало. Вы хотите тоже попробовать с вероятностью достигнуть малого? Пробуйте. Я исключаю себя от группы… То есть все направо, вы налево. Ну не то, что я против тех, кто направо. Нет, я просто, я по-другому. Я иду таким образом, чтобы создать максимально благоприятную среду человеку самому. пробовать и проходить вот эти все ступеньки. Так же, как я в свое время уехал из Магнитогорска в Москву в какой-то институт. Ничего у меня не было, кроме того, что мама иногда мне говорит, мы отправили тебе мешок картошки, встретить в 6 утра на Казанском вокзале. Я один раз съездил, потом сказал, мам, я больше не буду ездить. Она говорит, ну как, тебе же нужна картошка. Я говорю, мам, проводник возьмет себе эту картошку, я не поеду за этой картошкой в 6 утра из Долгопы на Казанский вокзал, я не поеду. Она говорит, мы все равно будем отправлять, я говорю, проводник будет очень рад, потому что у него будет всегда теперь картошка. Я говорю, мам, я тебя очень люблю, но поверь мне, мне картошка не нужна, твои представления о том, что мне нужна картошка, это вот тот образ, который сформировался 20-30 лет назад, когда жрать было вообще нечего. Я говорю, слушай, я как-то вот без этой картошки прожил, мне, мам, я говорю, другим занят. И вот чем я занимался? Зацепиться, работу, разгружать вагоны, там, торговать чем-то, то есть свитера купил, думал перепродам, а мне впарили какую-то синтетику, она там села, думаю, боже мой, ангорскую шерсть, значит, я купил. Я же не знаю, что такое ангорская шерсть. В общем, ну вот эти все попады. То есть я пытался за что-то зацепиться, зацепиться, чтобы стать автономным, ну все. Человек, который не стал автономным и продолжает быть зависимым от родителей, он выполняет их прихоть. И исполняет их мечты, да? Конечно, конечно, он же такой вот, он такое исполнительное устройство их мечт. И это не то чтобы ужасно, есть и такой способ жизни, но это не его жизнь, не жизнь нового взрослого. Это эгоизм, да? Это, в принципе, он исполнительное устройство мечт этих взрослых. И самым венцом этого всего, когда родители, особенно богатых семей, берут и говорят, вот, сынок или дочка, мы нажили капитал, стань пожизненным охранником вот этого. И ему дают это. Общество говорит, да, классно, наследство и так далее. Но посмотрите, что происходит. Этот человек, который уже не автономен, не самостоятельен, никогда не имеет шанса пройти к этому, ему еще говорят, а теперь вот тебе это охраняй. А мы будем смотреть на тебя, если ты будешь плохо охранять, мы будем тебя осуждать, порицать и так далее. Он стал охранником, но он плохой охранник. Но есть охранники у нас в Казахстане, которые приумножают капитал. Есть. Как правило, это не дети, а детья. Вот смотрите, чувствуете, да, раз. Второе. Статистика – упрямая штука. Вот просто давайте так говорить. Все, что мы делаем по жизни, мы наблюдаем, изучаем результаты альтернативных решений на протяжении многих поколений, многих географиях, и что? Изучаем статистику, последствия. Так вот, статистика говорит следующее. В третьем поколении 15% только капиталов остается, 85% куда-то девается. Куда? Своровали, растеряли. А что будет с внуками? С внуками, если внуком. Внуки – это дети… Богатых. Богатых людей. Да. Ну, если богатые люди, своих сыновей или дочерей сделать охранниками, их дети, то бишь внуки – это будут дети охранников. Что такое дети охранников? Именно поэтому в третьем поколении остается только 15% от капитала в семье. Поэтому, хочешь сделать своих внуков несчастными – передай наследство своим детям. Игорь Владимирович, это же ваша рекламная интеграция. Я знаю. Ну, да, потому что я никогда не делал рекламу на ютубе. И когда в очередной раз кресло, которое я пользовался, и производитель бренда сказал, Игорь, а может быть вы сделаете рекламу? Я говорю, давай попробуй. Я для пробы вот это сделал. И деньги, говорю, будут идти вот в Рыбаков фонд на… А сколько вам заплатили за эту рекламную интеграцию? Ну, я думаю, это вот… у них там всякие… Коммерческие тайны? Нельзя разглашать. Да. Ну, на самом деле… Но это единственная реклама у вас на ютубе? Ну, или еще есть? Я пока сделал вот для пробы, но я сейчас уже сказал своему вот редактору Рыбаков медиа, что вот окей, можно делать. То есть уже можно заказывать рекламу на вашем канале? Да, можно. Ну, только то, что я сам использую, пробую и что я вот… Ну, то есть я не буду… А почему вот все блогеры на этом, вы же бизнесмен, на этом зарабатывают? Это абсолютно нормально. Например, недавно мой редактор меня… Вот Аня Левановна, вы же знаете. Да-да-да. Я говорю, давай продай меня и сделаю интервью за день. Вот. И я сходил… Запишите с кем ты интервью? Запишите с кем, за деньги, и деньги опять в Рыбаков фонд. Да. Ну, то есть, чтобы сделать устойчивой экосистему Рыбаков фонд, я говорю, это нормально, что другие будут… Кому нужен продукт, как появление этого, чтобы они вносили… Я говорю, они сразу автоматически становятся филантропами и меценатами. Рыбаков фонд, да. Да. Я говорю, отлично. То есть, я только начал эту деятельность, вот только начал, поэтому, ребята, кто если будет оставить эту штуку… То есть, получается, смотрите… Приходите, обращайтесь, у меня в инстаграме есть запись… И Игорь Рыбаков возьмет интервью? Ну, там не интервью, я прихожу на интервью за деньги. А, вы прихожу на интервью. Как интеграция. Как интеграция. Слушайте, мне повезло, я бесплатно. Мне реально повезло, я последний человек, который бесплатно берет интервью у Игоря Рыбакова. Остальные все теперь за деньги. Друзья, мы сегодня с вами были в гостях у Игоря Рыбакова, российского миллиардера, основателя «Технониколь», ютуб-блогера, певца, теперь артиста, музыканта. И, вы знаете, я знаю, что у Тони Робинса стоит личная консультация миллион долларов. У меня такое ощущение, что я побывала на консультации у Тони Робинса, только у российского. Да, я инвестировал сегодня миллион долларов в виде энергии, знаний и всего, что позволит огромному количеству людей теперь прикоснуться к этому и принести свою жизнь новое, другое, благоденствие, богатство и так далее. И поэтому, заканчивая, хочу сказать, как круто иметь то, что дает тебе все.